Дома-призраки и доты-подвалы как немцы оборонялись в 1945-м. Могущество Красной Армии в 1945-м завораживало. Тяжелые танки Иосиф Сталин, орудия большой и особой мощности, а главное вышкаленная и опытная пехота. Штурмовые группы уверенно выжигали себе дорогу огнеметами, пробивали взрывчаткой и гранатами, однако в самом конце войны немцам все же удалось найти средства против русского парового катка. Алексей Исаев. Статья за 1 июня 2018 года. Сражение в логове зверя. В последние месяцы войны сражения все чаще охватывали улицы городов. С точки зрения наступления бой в городе был не сахар, но не меньшую головную боль доставляли уличные бои обороне. Третий рейх бился в агонии. Не хватало элементарных вещей. Пожилые фольксштурмисты, солдаты народного ополчения рейха, отряды ополченцев формировались в последние месяцы Второй мировой для отражения натиска союзников. Примечание редакции. Все чаще вооружались одной итальянской винтовкой на троих, с одной обоймой. Чудом сохраненная артиллерия либо оставалась без боеприпасов, либо быстро гибла под ударами Ил-2. В изобилии имелись только фауст-патроны. Впрочем, это оборачивалось их массовым поступлением в руки красноармейцев. 203 миллиметровые сталинские кувалды на прямой наводке обращали в груды обломков даже самые прочные каменные здания. Мортиры калибром 280 миллиметров и тяжелые 160-миллиметровые минометы дотягивались до самых глубоких подвалов. Самоходки ИСУ уверенно разносили массивные уличные баррикады. Пытливый ум советского человека дошел даже до пуска в реактивных снарядов «Катюш» с подоконников зданий прямо в окна на другой стороне улиц. Таким путем запускали даже 300-миллиметровые «Андрюши» и обрушивали весь фасад дома напротив. Эффективными в городских боях оказались огнеметы и фосфорные бутылки КАЭС. С фронта здания поджигались ранцевыми огнеметами или фогами. А чтобы врагу жизнь медом не казалась, в тылу устраивали огненный вихрь, просочившийся ночью, или по подземным коммуникациям саперы с бутылками КАЭС и гранатами. На фотографии бойцы инженерно-штурмового батальона. Иногда для доставки огненных подарков в тыл применялись трофейные фаусты. Из них выкручивали взрыватели, вставляли в голову бутылку КАЭС. Гремел выстрел, граната улетала вглубь квартала. Взрыва не было, но начинался пожар. Союзники наверняка бы придумали для этой зажигательной, во всех смыслах тактики, какое-то цветистое название вроде «сэндвич» или «кебаб». В советских наставлениях называть ее «шаурмой» не стали. Метод просто шел одним из многочисленных пунктов опыта войны. Минус на минус. Однако немцы даже в 1945 году оставались опытным и опасным противником. Поиск новой тактики в Вермахте осложнялся гибелью или пленом потенциальных новаторов в финале боев за очередной город. Они просто не успевали передать комрадам сокровенное знание. Исключением из правила стала столица Селезии Бреслау, ныне польский Вроцлав. Идею новой тактики подал школьный курс математики «минус на минус дает плюс». Если атакующие сжигают дома, то нужно сделать это первыми, заранее. При построении обороны в городе передовую линию зданий попросту сжигали. На уже занятой Красной Армии кварталы смотрели закопченными пустыми глазницами окон дома-призраки. Хитрее немцы поступали со следующим рядом домов. Постройки частично сжигали, а подвалы оставляли в целости и сохранности. К ним пробивали ход с тыла и выход во двор. Далее в дело вступали саперы. Стены взрывали аккуратно, обваливали вниз. И подвал засыпало горой битого кирпича или обломками бетонных конструкций. В горе мусора битого кирпича, извините, в горе мусора расчищали амбразуры, причем как настоящие, так и ложные. Следующий ряд домов освобождался от мебели и горючих материалов. На верхних этажах оборудовались наблюдательные пункты и пулеметные гнезда. Придумать такую схему мог только прожженный циник, давно равнодушный к мирной жизни. Заранее, до боя, огню придавались шкафы, письменные столы, картины, книги с загадочками, закладочками, семейные фотографии и фарфоровые пастушки с полок. Весь старый мир исчезал в ревущих кострах. В некоторых сожженных домах-призраках первой линии в подвал закладывались взрывные устройства. Из-за нехватки взрывчатки в роли фугасов часто выступала пара баллонов с ацетиленом. Сверху адские машинки маскировали горами угля и всякого хлама. На фотографии в горящем Бреслау. В случае атаки штурмовых групп Красной Армии, могучий удар сталинских кувалт и Андрюш приходился по первому ряду домов-призраков. Штурмовые группы врывались в них, но рисковали остаться погребенными под обломками рванувшего фугаса. Баллоны с ацетиленом стали предтечей боеприпасов объемного взрыва. От них шестиэтажный дом складывался за секунды. Не все дома получали такие закладки. Частично здание первой линии все же требовалось занимать стрелками. Сидеть же на бочке с порохом находилось мало желающих. Поэтому следующим ходом немцы обстреливали дома-призраки фауст-патронами или даже артиллерией. Обгоревшие стены легко обваливались от таких сотрясений на штурмующих. На фотографии советские солдаты на улицах Вроцлова. Прорыв за ряд домов-призраков тоже не сулил ничего хорошего. Во дворе бой давали импровизированные доты из подвалов заблаговременно обрушенных зданий. С заранее невскрытой системой огня до атаки позиций заслоняли от наблюдения обгоревшие дома первого ряда. Состоящих за дотами еще целых зданий атакующие были видны как на ладони. Усиливалась система обороны резервами. По первому сигналу вышкаленные отряды забирались в грузовики и быстро выдвигались к атакуемому участку. Немецкие снайперы на фотографии. Одновременно немцы стали уделять больше внимания маскировке сеткам на касках и другим средствам. Все это вместе обеспечило устойчивость обороны Бреслау. Крепость капитулировала только 6 мая 1945 года. Схема нового принципа обороны. Из допроса комендата Бреслау генерала Нигафа. Дается ссылка на источник фотографии. Красной армии, да и союзникам здорово повезло, что новая немецкая тактика не успела получить широкого распространения. Превратить Берлин в череду полос обороны из домов-призраков и дотов-подвалов немцы вполне могли. Бои за город, напомню, начались в 20-х числах апреля 1945 года. Но столица Рейха оборонялась по старинке, без огонька, во всех смыслах этого слова. Дома-призраки и доты-подвалы. Как немцы оборонялись в 1945 году. Алексей Исаев специально для Вордхит. Статья за 1 июня 2018 года.